Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья! Большой привет всем, кто смотрит и слушает. Первый, единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне» телерадиоканал «Страна-ФМ». Меня зовут Александра Хайрулина. Здесь лучший из лучших, потому что программа «Лучшая в стране». И у нас сегодня в гостях Андрей Гризли! Слышу, как все завещали, запищали у приемников, захлопали в ладоши. Саша, а тут моя любимая телерадиоведущая Александра. Обожаю ее. Каждый раз, когда слышу, в машине пробки еду, сразу улыбка на лице. Я тебя благодарю за то, что это искреннее чувство, эмоции, слова. Это не потому, что мы хотим чего-то другу понравиться. Наша встреча, конечно, не случайна. И слава богу, Андрюшин в последнее время подкидывает эти поводы раз за разом, раз за разом. И вот очередной, да еще и какой. Новый клип и новая песня «Стихия». «Стихия», да. В эфире «Страна ФМ». Эта работа уже крутится. Но мы, конечно, хотим с тобой поговорить подробненько, разобрать все по кадрам, по каждой эмоции. Прямо по каждому кадру это будет очень сложно. А мы не ограничены временем. Ну, до шести часов у нас там следующий гость. Так что, в общем, можно разобрать. Ну что, во-первых, я тебя хочу поблагодарить. Спасибо. Работа очень красивая, очень чувственная. И со мной согласны тысячи и сотни тысяч человек, которые увидели на Ютьюбе. И там сплошь и рядом положительные отзывы. Я прям даже выбрала такие прикольные. Я зачитаю тебе, потому что подозреваю, что тебе некогда было все это изучать. Спасибо огромное. Я не ожидал даже, что будет такой резонанс. Ну, честно говоря, в душе я ожидал, потому что мы очень много сил вложили и души в эту работу. Это не просто так. Это настоящая жизнь была снята. Никто не знал, что будем снимать. У нас не было сценария. Ты причем до такой степени искренне пишешь, что это не просто рядовая работа. Это очень-очень особенная. Это даже не клип, а это твоя реальность и твоя жизнь. То есть абсолютно понятно, что там что-то такое особенное. Я, знаешь, что обратила внимание. Вот клип «Как ты там», который у нас, кстати, уже из программы «Хит страны», я так понимаю, совершенно случайно удалился, потому что сейчас уже очень активно голосуют за стихию. Серьезно? А так он там проторчал в лидирующих позициях огромное количество времени. Да, правда. Но это все заслуженно. Спасибо большое вам. Спасибо, друзья, что голосовали за эту песню. Я по-прежнему их ставлю прям вровень, мне кажется. И что «Как ты там», что стихия для меня оба важные треки. Зря вы его убрали из «Хита страны». Надо бы убрать из «Хита страны». Я думаю, что, представляешь, если бы они соревновались за первое место, два трека, это было бы клево. А вот здесь, кстати, все в руках твоих поклонников, да, и наших зрителей и слушателей. Андрюш, как ты там? Клип у тебя написано черным по белому везде, что режиссер Бали. Да, это остров Бали, да. Режиссер Бали, да, значит, режиссер. А здесь ты, значит, сменил режиссера в новом клипе «Стихия». И там мы уже видим, ну, вроде как человек, имя, фамилия, все, Валентин Гроссу. Причем молодец, Валентин, он режиссер и оператор, и режиссер монтажа. Валентин очень талантливый и режиссер, и оператор, и просто хороший друг. Мы летали и снимали пять дней в такую плохую погоду. На самом деле было холодно, такой пронизывающий до костей ветер в Крыму, море бушует. Там пару раз чуть с жизни не попрощался, честно говоря. О, Боже. Это осень была. Это была осень, это прошлого года, да? Октябрь. Прошлого года и осень. Я, по-моему, там даже день рождения справил, да? Да, день рождения там справлю. Заодно так, утром поснимали, а вечером отметили. Очень сложные съемки. Я почувствовал себя, знаешь, как будто такие путешественники, которых что-то там... Преодолевать нужно, да, какие-то препятствия. Преодолевают, ветер дует, море сносит, ну, вообще. Потом заболели, да, приехали в Москву, там вообще. У тебя даже в Инстаграме рассказаны истории, показан кадр, который ты пишешь, что из-за этого кадра реально, ну, чуть беда просто не случилась. Да, да, да. Мы, в общем, решили снять кадр, где я падаю спиной с четырех или трех с половиной метров волнорез. А зачем надо было вот это вот? Потому что надо было потом... Это как бы я должен спеть был наоборот, первую фразу, то есть I missed that, и упасть. И потом, когда кадр наоборот ставится, реверс, получается, я как бы из воды такой появляюсь и должен произнести первую фразу. Это стихия, ты в моих руках. И мы репетировали долго перед этим падением. Нашли этот пляж с правильным, ну, знаешь, чтобы поставить кадр и все такое. А там, короче, в момент, когда нужно было снимать, стояли рыбаки. Море волновалось, то есть там, ну, балла три-четыре было в волны. И мы у них начали спрашивать, скажите, мужики, ну, а дно чистое, там все нормально? Ну, и как все нормальные рыбаки, они начали травить байки. Ой, да в прошлом году там пара была, в общем, их раскрепетало там об скалы, разбило. Волны, ну... До сих пор найти не могут. Да, да, волны, ну, ну, как сейчас такие, где-то бейли. Так, мужики, не гоните, правду скажите, а мне стрёмно. Ну, и высоко, и там нету, знаешь, то есть волнорез далеко уходит в море, и нету лестницы, чтобы подняться. Нужно обязательно доплыть потом до берега. А волны дикие. И нужно еще пропеть этот кадр, ну, пропеть слова, наоборот, и упасть спиной, не оглядываясь. Короче, мы все это сделали, забегу вперед. Но ты же очень сильно ударился. Да, еле... Ну, неважно. Спиной, это главное, что об скалы меня потом не ударило волной. В общем, я доплыл. Потом коньяком начало пиво взрывать. Холодная вода, чтобы ты понимаешь, ну, 15 максимум. Ну, и на улице тоже не жарко, да? Да, и на улице холодно. Сразу мы, короче, меня обогрели. И, в общем, самое дикое, что этот кадр мы просто просрали. Ну, если можно так сказать. Ну, то есть у нашего режиссера украли сумку с хард-диском, где был именно вот весь этот день. А весь этот день — это то, что мы снимали вот там, на причале, на этом. А, ну, Краве была совершена же потом? После где-то? Да, потом, да. Вот он как-то-то получил, что режиссер наш пресловутый не сохранил как-то это. Это было на одном единственном харде. Он был на гастроле. Ты же понимаешь, что это не случайная кража? Ну, я не знаю. Это же кто-то из... Я не знаю, кто там из конкурентов, кто-то. Кто-то на зависимости имена, давай, эти артистов. Кто-то, кто-то. Я не знаю. Кто побоялся, что твой клип сейчас станет номером один? Ну, режиссер нам говорил, что он оглядывался и видел за мусорным ведром, баком, кто-то прятался, похоже на Макса Барских. Да что ты! Ну, да, я не знаю. Правда или нет? То есть не Джиган это точно было, да? Не Джиган был он. Хотя, может быть, и спутал там с бомжом. Ну, ладно, я думаю, следствие покажет. Не важно. В общем, суть такая, что мы проделали этот день, и потом этот кадр был утерян. Ну, что грустно, но зато начинается сейчас с другого красивого кадра, не с этого. Ну, вот так бывает. Ну, и потом была болезнь, естественно, лечение и, слава богу, исцеление. Да нормально все было. В общем, в итоге мы получили работу, то, что имеем, и я очень рад, что людям нравится. Андрей, там же еще есть песни, тоже у тебя какая-то тоже магическая история, но интересная, во всяком случае. Песня написана была полтора года назад, да? Да, но было написано задолго. И что-то ты как-то все, не знаю, что-то тебе мешало к ней подобраться. Я всегда выпускаю музыку, когда чувствую, что типа ей пришло время, да. И вот ты сейчас почувствовал. Такое ощущение такое просто. И вот я почувствовал, что сейчас это то самое время. Тем более, мне кажется, даже лето нас награждает такой погодой, которая очень под эту песню, хоть и против нашего внутреннего настроя. Мы все хотим жары, а песня такая свежая, чуть осенняя, и, собственно, или это такое, не знаю. Ну да, в общем-то. В Крым ты еще поедешь снимать клип, скажи? С удовольствием. Там очень классные локации, да. То есть если я был на Бали, был на других островах, прекрасных местах, ну Крым ничем не уступает по пейзажам. Просто надо по погоде смотреть и ехать. Ну когда там жара, там нету такого, понимаешь, атмосферы такой, которая под стать вот этой песней, немножко томной такой, чуть-чуть бризовой, знаешь, там жара когда, это вообще не то чуть-чуть, это совсем другая история. Поэтому мы подгадали, специально поехали осенью, да, там страдали, болели, теряли кадры важные, но в итоге мы сделали это. И мне, я горд своей команды и вообще то, что так происходит. Ну, знаешь, мне попались такие комментарии, люди пишут, ужас какой, какую страшную девицу ты нашел себе в клип. Ну что, где пишут такое? Ты представляешь, да, ну главное, я потом, конечно, повнимательнее стала вчитываться, смотреть на эти аватарки, кто это пишет. Ну, пишут девчонки просто, которые хотели бы, конечно, оказаться именно на месте этой девушки. Моей стихии, да. Да, твоей стихии. Мы вправе узнать имя ее. Ее зовут Элина, сейчас ты видишь ее напротив себя. Элина, она должна была быть на сейчас кадре. Она мой менеджер и по совместительству моя стихия, собственно. Дорогие, да, девочки. Конечно, девчонки переживают, но каждая девчонка это своя стихия. У меня вот вода, кто-то может быть огнем, водой, воздухом, землей. И эти песни тоже будут, девочки, не переживайте. Эти песни все будут, не переживайте. И про воздух, я знаю, да, что у Андрея планы грандиозные. Ну вот, давай дальше почитаем комментарии. Песня «Огонь» вчера бухнул, вспомнил прошлое, до трех утра слушал. Ну раз сто точно. Приятно тебе? Ну а чего? Бухнул, нормально сел, вспомнил прошлое. Просто, может, написано немножко так, знаешь, просто. Ну искренне, мне кажется, да. Я искренне, я так порой бываю, сажусь и вспоминаю прошлое. Услышал, затащился, танцую, не знаю почему, просто танцую и все. Тоже, по-моему, да, очень классно. Вот это, я понимаю, настоящие страдные голоса, не всякие безголосые. Все боги падут к твоим ногам. Андрей, ты очень хороший исполнитель. Ну это, по-моему, вообще очень круто, правда? Да. Ну есть немножечко такого, под фанеру все красиво поют, а где живой голос. То есть люди в клипе хотели... Ищут живой голос, и как это? Да, живого исполнения. Почему ты в клипе поешь... А как это возможно? Я не знаю, наверное, возможно. Люди зря не скажут, ты же понимаешь. Почему ты под фанеру исполнил, скажи. Ну вот, сейчас для человека. Люди машины, дороги, как реки в океан. Люди машины, все вершины, все боги падут к твоим ногам. Давай, давай, мы по дороге в рай. Это моя, моя стихия. И пошел дроп, дроп, дроп пошел. Андрей Гризли, спасибо. Ну давай смотреть клип. Давайте посмотрим, друзья. Давайте скорее вместе. Все посмотрите вместе со мной. Кто сейчас не может посмотреть, но слушать нас по радиоволне, зайдите в Ютуб и зацените, и я буду читать ваши комменты. Для меня это очень важно. Ваше мнение. Продолжается программа. Андрей Гризли у нас в гостях. Мы аплодируем и поздравляем с красивой работой. Еще раз спасибо, Андрей. Спасибо вам большое, ребята. Живет в нашем эфире, и мне хочется пожелать, чтобы она жила везде, повсюду и в сердцах каждого абсолютно. Еще немножечко комментариев зачитаю. Вот, например, один мне, который, как-то показалось, конечно, странно, но тем не менее. А тебе срочно нужен, Андрей, ну, хит с такой песней популярности не добьешься. А вообще, как вот, что такое хит и не хит? Вот здесь, как... Ну, вот у комментатора спросите. Вот у комментатора свое понимание этого, да, очевидно. Если он знает, пусть напишет мне и расскажет такой хит, что такое не хит. Как написать хит, да? Я вот пишу то, что чувствую, не знаю. Вот мне нравится в один момент одно лаунж. Я напишу лаунж. Нравится рок. Я никогда не подстраиваюсь, не стараюсь угодить, не знаю, тенденциям, в современности, что... Ну, тогда ты теряешь себя, и ты не можешь свои эмоции через эту песню провести. Если ты не чувствуешь то, о чем делаешь, а пытаешься соответствовать. Вот это тебя очень отличает от остальных, и в том числе из-за этого тебя очень сильно... Спасибо. Ну, тем не менее, песенки же, вон, на страна FM, первые места занимают, как-никак. Конечно. Тоже приятно. Да, да. Ну, и, конечно, все-таки огромное количество, и самое подавляющее большинство, это сплошь и рядом позитив. И о том, как только тебе удается рассказать историю любви за очень короткое время, как трогательно, как чувственно, голос и так далее, и тому подобное. Хочется, пусть множится. Множится эти мнения, и только положительные и хорошие. Я только рад, не, оставляйте свои мнения, я читаю все, и, ну, у каждого имеет право на свое собственное мнение. Я только рад, и хорошим, и если это какие-то, не знаю, грамотные мнения, которые... Ну, по существу, да, какие-то, может быть, действительно... По существу я слушаю, да, всегда. И, может быть, даже прислушаюсь, да. Ну, заставил ты поволноваться, Андрюша, своих поклонников. Чего? Вот прям буквально-буквально некоторое время назад. Да. Своим сообщением «Подскажите хороший санаторий». Сказываются съемки клипа все-таки. Да, мы недавно сняли новую работу на новую песню. И пока даже не буду говорить, я пока... А просто ты всем сообщил, что в Москве отсняли полную дичь. Да, дичь. А вот ждите в августе. Ну, там вообще космодром полный, то есть космический трек. Могу сказать то, что мы брали на прокат шлем космонавта, настоящий, который в космосе был. Так, неожиданно. Брали, да. С вашей стороны, да. Вот, снимали на крыше. И потом мы этот шлем, в общем, он у меня дома лежит, мы его не отдали. Не вернули? Не вернули, но я за него заплатил. А, то есть ты выкупил, все в порядке. Да. Не то, что ты будешь скрываться теперь. Я почему-то почувствовал, что очень клево, когда у тебя дома есть настоящий шлем, который побывал в космосе. И плюс у меня в музыке часто такие космические темы проходят. То есть ты теперь такой же на галактический уровень уже такой выходишь. Ну почему-то мне... Я подумал, что можно его купить, потому что он еще понадобится. В дальнейшем у меня... Да и вообще часто песни выходят с такими метафорами, какими-то космическими образами, звезды, луна и так далее. Да, я люблю это. И почувствовал, что вот этот шлем нужно оставить, его выкупил. Может быть, на сцену потом как-то тоже придется выходить в этом шлеме. Сашуль, ты все чувствуешь, все понимаешь. И уже сразу никто даже не будет сомневаться. А кто там? А, понятно, Гризли. Настоящий в космосе побывал. Ты держишь шлем, он был на космонавте, тот летал в космосе, смотрел на Землю. Это же кайф. Так, ну значит, с новым клипом ты никуда решил не выезжать. Все в пределах Москвы, крыша, космонавты. Да, и получилось очень клево. Получился такой дикий арт, не знаю, как еще назвать. То есть если в Москве снимают, либо улочки такое, знаешь, ну, такой ходишь. Есеницкая такая чуть история, да, ходишь в пальто, там люди. Можно идти по центру города танцевать. Либо полезая на крышу и снимать какой-то арт безумный через линзы, какие-то там стробоскопы. Ну, в общем, мы очень много всяких эффектов сделали. Я думаю, этот клип либо будет гениальным, либо будет полным. А в главном году. Тут одно из двух, плюс еще трек, он не до конца доделан. Но мы так прям, главное, мы с вдохновением подошли. Я получил реальное удовольствие, что пока снимал, я был прям заряжен максимально. А в конце съемок я прям упал и почувствовал, что мне нужен санаторий какой-нибудь. Вот это очень важно, вот именно санаторий, то есть, чтобы не просто был еще до отдыха постелька, а именно, чтобы, значит, процедурки какие-то тоже присутствовали. Ну, да, ну, именно такое, советские, знаешь, где люди лежат, там, ну, ходят по кабинетам, докторов. Куда пойдешь, скажи, в какой кабинет пойдешь в первую очередь? Ну, что-то, гидрованно какие-то, может быть, что-то там, прогревание какое-то, не знаю, что-то. Ну, я бы прогрел, вот, мне кажется, потому что мы на холоде были, и мне кажется, что сзади вот почки, что ли, как будто продуло, побаливает, утром просыпаюсь, то есть, можно что-то такое вам приложить. Друзья, да, пожалуйста, дорогие санатории, владельцы санатория, да, руководители, Андрей Гризли, в директ, да, напишите, сделайте предложения какие-то очень выгодные, а может быть, лучше за рекламу, это очень хорошо, очень модно. Ну, следующий трек, это будет большое открытие для всех, и я стараюсь экспериментировать, ты же знаешь, если у меня как-то там был такой стиль, не знаю, тоже смешивал некоторые стили, то стихия, он немного другой, уже более атмосферный, такой лаудер. Следующий трек вообще будет не похож ни на стихию, ни на как-то там, это будет что-то другое, поверьте мне, это будет клево. Он будет про любовь? Ну, образно, да, образно, да, про такую сумасшедшую любовь, знаешь, как типа Бонни Клайд, вообще, сумасшедшую, свернуть, вывернуть, завязать в узел. Иногда хочется просто закрыть дверь офиса и сбежать. Санаторий. Конечно, как ты там, мы тоже об этом говорим, ну вообще, улететь в космос нафиг, то есть это уже не сбежать на Бали или в Крым, это уже не земля, это уже другое пространство вообще. А мы сейчас тысячи звезд будем смотреть и слушать. Вот, послушать, может, там какие-то разгадочки. Хочешь сказать про эту работу свою? Про тысячи звезд? А, что я нашел в твоих глазах, все, что искал, тысячи звезд на небесах тебе отдал. Это такая... Цитата. Это бальзаковская романтика, мне кажется. Класс, давайте смотреть, слушать. Андрей Гризли у нас сегодня в гостях. Друзья, мы тут запремьерили вместе, посмотрели клип «Новая стихия». Клип живет в нашем эфире, прекрасно чувствует себя, уже активно голосует в хите страны и, конечно, заказывает программу по заявкам. Продолжайте в том же духе. Андрюша, вот опять заглядываю к тебе в Инстаграм и, значит, читаю следующее. Как только я перестала играть и начал проживать свои собственные эмоции, мне понравилось снимать клипы. Да, да, да. То есть надо было уже 30 лет быть в шоу-бизнесе, чтобы, наконец-то, тебе понравилось снимать клипы. Снимать клипы. Да. Ребята, рассказываю. Значит, все очень просто. Можно тратить очень большие деньги и за один день снять полноформатный клип. Снимается обычно место, павильон, там работает около 30-40 человек, съемочная группа. Каждая отвечает там за каждый волосок на твоей голове по 10 человек. В общем, либо, ну это за один день снимается, быстро, очень щадяще так для тебя. Ты не страдаешь, ты счастливый человек. Ну такой, получается, знаешь, ну жвачка такая, пластмасса немного, да, пластмасса отдающая. Либо ты берешь оператора, придумываешь сам сценарий, полностью живешь этим и снимаешь в течение пяти дней, недели, каждый день, сутками, спишь по два-три часа, убиваешься действительно. Простужаешься. Ну это проживаешь сам, как режиссер, как актер, как композитор, ты свою музыку воплотить, экранизовать. И в итоге у вас получается что-то прям совсем живое, настоящее другое. Так вот, я пришел именно к этому, и я получаю это удовольствие эстетическое, как режиссер, как человек, который уже знаешь к созданию видео. Не то, как к музыке, да, руку сюда приложил. Ты просто видишь уже все целиком, кажется. Ну в конце мне больно, я страдаю, то есть когда уже выхожу из этого, выныриваю, я понимаю, что, блин, я, мне кажется, постарел лет на 15, потому что, ну, это такой режим жесткий очень. Когда вас мало, когда нету, там, не знаю, 30 человек съемочной группы, которые там все обхаживают, гримвагены, гримеры, все на одном месте, это прям, получается, живая работа, и всех призываю музыкантов. Именно этим путем идти. Да, ну вот, мы начали с «Как ты там», а потом «Стихия», хотя «Стихия» раньше, чем «Как ты там» снята была. Да ты что, правда? Да, в этом фишке. Это было интересно. Вот, и вот «Стихия», как ты там, именно вот так сняты, по-живому, то есть настоящий клип, живые, там переживали настоящие эмоции, сами придумывали сценарий. Я бы в жизни не сказала, что там всего лишь одна камера работала, правда, ощущение было, что прям хороший операторский состав. Одна камера, и мы постоянно в путешествии, знаешь, как геологи, которые куда-то отправляются, изучают, там, планету, устают, падают, в палатках просыпаются, вот так мы... Мы еще хотели называть свой «Продакшн», знаешь, это называется, не знаю, можно говорить в эфире, ну, из говна и палок. Зато ты уже таким образом запатентовал, как бы, ну, практически уже, если кто-то захочет назвать так же, то он уже не будет то, что значит. Ну, как бы, на коленке, в итоге получается все вроде... А что всем знакомы слова и словосочетания, это понятно сразу, да? Ну, да. Ну, вот и продолжай эту самую тему, о том, что тебе понравилось снимать клипы, ты же ей тоже продолжаешь и пишешь о том, что, ну, у меня есть дебильная черта. Вот, видишь, уже пошло. Кстати, одна только, что ли? Да нет, ну, одна из, это одна из, одна из. Сейчас артисты выпускают песни каждый месяц, такое правило рынка, так легче быть в инфопотоке, а что я, чуть ли не раз в 8-10 месяцев. Зато сейчас раз в 4-5, но я обещаю справиться, и теперь раз в месяц мы будем получать. Ну, я буду стараться. Вот сейчас, смотри, в начале лета вышел трек, сейчас вышел трек, и еще я хочу в конце... В августе уже тоже анонсировал, да. Да, анонсировал, еще выйдет трек с клипами, все они с клипами, видишь, уже идут, стараются. Уже исправляешься, да. И при этом делать не гэ, да, то есть что-то такое, через что переживаю, я прохожу сам. Поэтому, ну да, стараюсь держать свое слово. Ну, а что, приходится? А надо? Я бы не стал, конечно, я бы больше альбомами выпускал, ну, то есть, знаешь, когда... Но времена же меняются. Ну, времена такие, ну, люди, люди, времена такие, приходится вот так каждый месяц по песне, и как-то все. Ну, ничего, я думаю, все времена заканчиваются, наступают новые, я надеюсь, мы... И все-таки ближе к тебе, да, формат, когда ты качественно... Теодо Катисина, когда чуть-чуть выдержанно, конечно, потом пластиночка выходит, и все такие слушают, да. И там такое многообразие, разнообразие слушают, слушают, это для себя что-то открывают, вау, а здесь он как, ну, Андрюша, ну, Гризли, ну, дает, ну, как это... Я все равно стараюсь разные треки делать, не такие, как «Ждут», там, которые в формате, о чем мы с тобой говорили. Стараюсь делать то, что душа говорит, и то, что она велит мне. «Волк без луны» — песня, которая пока не... так и не получила до видео некую историю. Ну, потому что она такая песня, я очень... Она, потому что не все песни достойны. То, что... нет, она достойна. Песня шикарна. Просто, не знаю, она как бы написана от души, но сейчас тратить силы, честно говоря, потом просто отдачу никакую я не получу от этой песни. Она не в это время написана. Я знаю, что эта песня одна из твоих самых-самых любимых. Я тоже считаю, это моя самая любимая песня, и... А сколько ей годочков ты уже так можешь примерно? Ей, наверное, три года. А, ну это еще не то, чтобы там лет 10-15. Ну, она, в общем, написана не для каждого человека. Но она очень классно слушается. Я думаю, чуть старшее поколение заценит больше этот трек. Она немного написана в такой классической форме. Ну, я бы на твоем месте не стала так недооценивать, скажем так, и молодежь. Кто любит Deep Purple, кто любит старые группы, типа старый рок, и заценит. Вам посвящается. Это для вас, ребята. Ну, да, запускаем тогда. Да, и спасибо тебе хоть, что свое концертное выступление снял. Ставьте верю от песни и живет в нашем эфире. Да, теперь можете посмотреть. Я очень рад. Лучшее в стране. Программа продолжается. Андрей Гризли у нас в гостях. Человек, который... Та-та-та... Творит, творит. И лучшие свои произведения рождает. Рожает. В лесу. Да, с большими потугами. Ты такой природник. Ну, природник. Ты всегда об этом говоришь. Называется понтеист. Человек, восхваляющий природу. Я думаю, что да. Ну, и большое количество времени проводящий там. Я живу исключительно за пределами... Значит, можно восхвалять Россию, жить за границей. Да, тоже так можно, например. Я за пределами МК даже. Я люблю у леса жить. Ты знаешь, мне кажется, любой человек, который переедет за город и немножко там поживет, он уже не сможет жить в городе. Ну, воздух другой. Мы это что? То, что мы едим, пьем, чем дышим. И что слушаем. И что слушаем. Да, и что слушаем. Конечно, разумеется. Ну, конечно, держание тоже очень важно, ребята. Так что думайте, что вы слушаете. Гризли, ну что там в твоей берлоге сейчас еще? Над чем ведется работа? Над альбомом я должен сейчас сделать... Ну, наконец-то сейчас все сказали у экранов. Слушайте, ребят, материала у меня полно. То есть хватит на несколько альбомов, вот даже которые я уже выпустил. Но весь он такой разный, разношерстный, что ну как-то негоже все это заключать в один альбом. Все-таки у альбома должна быть тематика, одна какая-то тема, лейтмотив. Не все так считают. В мой альбом, который сейчас делают, даже не попадут те песни, типа «Как ты там?». Представь себе, да. Он будет состоять. Что вы все позволяете? Вот так думают я и моя команда. Я тоже говорю, «Как ты там?», это же свежий трек. Вы чего? Нет, в альбоме вот должны быть новые. Ему не место. В общем, суть такая, что будут новые песни, ничего старого точно. И я должен его закончить и до конца лета. Это, ну, вы понимаете, да, как мало времени. Да не просто мало. Вообще нету его, да. Но я буду стараться. То есть мы сейчас закончили клип, я передышку пару дней и прям присажусь в студию, приступаю над работой. Это же надо аранжировки сделать, все самому сделать. Если бы я еще работал-то в команде, понимаешь, там, с музыкантами. Конечно. Ко мне-то будет приходить иногда ребята, мы там с ними джемить будем. Но в основном все делаю я сам. Каждый звук на тебе, каждое слово на себе. В основном, как ты сказала, медведь рожает в лесу там, да, у себя сам. Ну, не обижайся, это же правда, да? Все так оно и есть. Ну, вот хорошо, понятно. А те песни, которые сейчас по синглову у тебя выходят, они, значит, не окажутся в альбоме. Ну, хорошо, тебе решать, естественно. Ну, один-два трека зайдут, наверное, да. Ну, остальные-то хоть примерно, они как-то, ты понимаешь, что это будет? Или тебе сейчас вообще просто с нуля придется? Или ты достанешь какую-то зеленую тетрадку и полистаешь? Пока нет, нет, никакой зеленой тетрадки нет. Я хочу сесть и прям вдохнуть и начать что-то делать. И что пойдет, то обычно так все происходит. Еще не знаешь, что, но... Ты умеешь, да, открывать этот канал, портал, знаешь, настраиваться, да, какую-то кнопочку нажимать внутри, и мозг твой начинает работать. Да, да, нужно просто найти как-то, ну, медитативное состояние войти, словить этот резонанс со вселенной, и понять, и сразу ты поймешь, что тебе нужно написать, о чем, какую проблематику ты хочешь раскрыть, о чем песню, что хочешь передать, какую атмосферу, чтобы человек, слушая, мог на эту волну тоже зайти правильно. Скажи, пожалуйста, а вот твои поклонники, они уже на сегодняшний день настолько тебя совершенно безгранично любят и обожают, что принимают каждую твою работу просто на ура и со трудом подбирают слова любви и восторга? Я надеюсь, это не слепое обожание, я стараюсь соответствовать все-таки знаку вот этого качества, я хочу всегда удивлять, и всегда, чтобы это было максимально качественно с точки зрения аранжировки, мелодики, с точки зрения, конечно, стихотворном плане, потому что бывают такие слова глупые, мы часто слышим и по радио, в основном, что стыдно слушать, понимаете. Ну, какие-нибудь, можешь процитировать какой-нибудь? Блин, да я не могу, я такое не цитирую. Давай процитируем стыдобу. Ну, не знаю, какие есть, виски-кола, королева танцпола, какие-то вещи происходят, тут просто я недавно слышал, смеялись кто-то из знакомых. Ну, как-то это уже, даже это не ново, да, это уже тысяча было виски, всего, и бакарди, и все, что хочешь. Ну, ребятки, окей, музыка должна быть разной, но когда поголовно одно и то же звучит по популярным радиостанциям, немножко это уже как-то мовитон, как говорят французы. А ты знаешь, какая штука, вот это мое личное предположение, соображение, что сейчас уже и радиостанции популярны, они им диктуют, что крутить, и не они воспитывают там, да, вкус в людях, а они судорожно хватают то, что в интернете накручиваются какими-то там лайками безумными и стараются быть в тренде. Я не знаю, что там они хотят, в общем, суть такая, что в итоге ты включаешь флешку какую-то или диск вставляешь в своей музыке, которую ты готов слушать, иначе ты по радиостанциям прыгаешь, по волнам понимаешь, что это деградация в основном. Ну, помимо, конечно же, страны французы, конечно, есть один луч, луч светлый в этом темном царстве. Я говорю про русскоязычные, современные, по-попу, да, FM-станции русскоязычные. Конечно же, есть там радиостанции, которые крутят Запад и классику, это само собой. Ну, в общем, что уговорить? Ты меня спросил, я тебе сказал, я всегда очень слежу за слогом, пытаюсь найти образы, метафоры и как-то читать иногда классику, заряжаться этим. Да, чтобы словарный запас немножко пополнить. Конечно, ну, чтобы тексты были не тупыми, чтобы они как-то раскрывали, еще хоть немножко напоминали старую добрую поэзию. Я думаю, что времена вернутся к этому. Молодец, обязательно, конечно. Все циклично, ты же знаешь. Скоро джинсы клешься опять начнут носить, о чем ты говоришь. Это факт, да, 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 это сто процентов будет. Ой, не хотелось бы, ну ладно, не про это, альбом будет, ты уже пообещал, сам себе поставил две недели срок, ну, значит, должна быть презентация красивая, яркая, мощная, музыкальная. Ребят, я вам сейчас скажу только вам, что 8 ноября у меня будет большой концерт в Москве, в клубе Москва Холл. Вот вы первый, кто слышит, потому что мы еще не афишу не выкладывали. Это будет большой живой концерт с новыми треками, с новой энергией, и это будет очень знаково для меня, это будет переломный момент в моем творчестве, я верю в это, потому что туда я очень много именно энергии собрал, чтобы поделиться с людьми, плюс 10 ко всем статам, ну, кто играет в РПГ, тот знает, все получат максимальное количество вдохновения и энергии на грядущую весну. Друзья, 8 ноября, срочно сразу же посмотреть, внесите в свой график ежедневник, я знаю, как-то, потому что этот вечер тоже надо обязательно посетить. Да, я готовлю всех к зиме, чтобы все пережили. В ноябре вы приходите на концерт ко мне, я вас заряжаю, и вы спокойно проходите через зиму, радостные, не болеете, и уже встречаемся на концерте весной. Ну, как минимум год уже, да, спокойненько совершенно существуем и радуемся. Андрюш, спасибо, давай, тебе успехов, конечно, в подготовке времени, ты себе очень мало, конечно, ограничил. Но я уверена, что ты обязательно к нам еще придешь в канун концерт, и мы о нем не раз еще расскажем, и напомним людям, если вдруг кто-то забыл. Спасибо вам огромная страна. А, Андрюш, а возможно такое, что в этом альбоме появится какая-то дуэтная работа? Ну, я думаю об этом. Ну, например, с каким-нибудь там братиком, типа там Вахтанг, например. Может быть, будет и с Вахтангом. Он мне попросил просто узнать тебя, скажи в эфире, чтобы он сразу, если что, пообещал. Я с удовольствием. Если Вахтанга выцеплю из его студии, он сейчас погряз в работе над своим собственным проектом, поэтому у него мало времени. А он сейчас битбоксер или певец? Он битбоксер. Он и певец, и битбоксер, и пытается это все смешивать. Он именно певец. В последнее время он уже сказал, что все, я только... Все, на какой он и битбоксер? Нет. Я вокалист, вот. Ну, удачи ему желаем в его новом проекте. Ну, короче говоря, артисты и даже самые близкие друзья пока не входят в планы твои, да? Я имею в виду дуэтные работы. Да, кстати, сольный материал — это самое главное. Ты очень сильно с собой, да. Да, уже и так достаточно дуэтов. И с Элиной Чагой, и с Вахтангом был, и еще с кем-то, я не помню. В общем, суть такая, что пока все в сольной треке, для меня это сейчас самое важное. И я сделаю этот альбом, а 8 ноября проведу самый крутой концерт. Отлично. А мы сейчас посмотрим тебя в дуэте с Элиной Чагой. Тем более, раз ты дуэтов там не скоро обещаешь, мы хоть посмотрим то, что есть. Да, хорошо. Поехали. Андрей Гризли у нас в гостях, друзья. Алло, да, этот... Просто автор-исполнитель, саунд-продюсер, аранжировщик, еще и композитор величайшей современности. Ну, потому как музыка к фильмам существует, и театральным работам тоже, и так далее, и тому подобное. А мастер-творите ли вы что-то сейчас вот не только для себя прекрасного, но и для кого-то? Не только для себя, конечно же. Я же продолжаю работать как аранжировщик, сам-продюсер, и пишу музыку, и треки под ключ тем, кто в этом нуждается. Есть пару проектов, ну, я думаю, что пока нет смысла говорить, когда выйдут, тогда уже вам покажу, да расскажу. И да, я работаю не только над своим творчеством, еще делаю на заказ. А ты легко вот отдаешь, вот прощаешься с тем, ну, может, такое что-то вкусненькое, очень такое красивое родилось, и ты понимаешь, что... Нет, обычно у меня ничего еще не готово, человек просто звонит, говорит, Андрей, мне вот нужен такой трек в таком-то стиле, иногда показывают референс, референс какой-то. Вот как последняя работа я сейчас делаю. Там референс взяли, показали, мне говорят, вот хочу вот так вот выглядеть, чтобы это такой был вайп. Ну, я изучаю референс, закрываюсь в студии и делаю что-то такое другое, но получилось клево. Ну, отдаешь ты спокойно, скажем так, кошки не скребут, но то, что вот тебе же... Вот последняя работа, которая мне получилась, мне бы захотелось ее где-то, да, но никак, да. Ничего не поделаешь. Договор дороже денег. Вот так, то есть в этом смысле ты абсолютно, ну, в общем, честно, наверное, да, относишься, в том числе и к заказам каким-то? Ну, конечно, да. То, что вот в данном случае родилось? Тем более человек, он же тоже, когда просил что-то написать, он мне показал, как он хочет, он передал какую-то свою энергию. Не могу я ее, знаешь, типа, сочинить и сказать, ой, сори, я тебе не продам, ну, потому что это нагло. Это мой хит, поэтому через неделю тебе что-нибудь попробую нацарапать. Ну, да. Андрюш, спасибо тебе огромное за нашу встречу. Спасибо вам, страна большая. Страна большая, да, музыкальная. Спасибо тебе за то, что ты делаешь, мы, правда, тебя очень любим. И еще, конечно же, мы очень ждем тебя 15 августа в клубе Изи Москва. Андрей Гризли. Я буду. Будет зажигать. Буду качать, да. Будет качать. Устроим шоу. Будет петь. С командой будешь, скажи, Лядя, шоу. Я буду с командой, конечно, будет со мной. Про, ЛС, думаю, тоже потянется. Все будут. Все, кто будет, все будем на местности, прокачаем самые лучшие треки. И будем петь. И зажжем всей большой страной. И стихию, как ты там, эта музыка, и все, все, все. С удовольствием. Андрей Гризли. Андрюш, спасибо. Еще ждем альбомы. И там сольник твой. Ну, обо всем еще расскажем. Обязательно. Спасибо и вам, друзья. Спасибо большое. Спасибо. Лучшие в стране. На телерадиоканале Страна. ФМ. ФМ.